Продолжение следует... Ладно, давайте начнем. Я вам немножко покажу фотографии вообще из моря. Не все скончались. Это вообще с чего мы начали путешествие в этом году, именно в 2021 году. Мы сняли лодку, в чартер взяли и пошли на этой 20-метровой Баварии из Турции. Проделали путь в Грецию, в греческие острова посетили и вернулись обратно в Турцию. Вот так вот это путешествие выглядело. И оно было очень сложным, потому что мы попали в два шторма сильно. Сначала на третий день и потом вот в самый последний день, в седьмой день у нас тоже был страшный шторм. Это ночью мы почти входили в Грецию в таком состоянии. У нас падал снег, на палубу вот такой вот свой снег был, град шел и вообще не было ничего видно. То есть ты идешь в таком белом облаке, как ежик в тумане, и тот человек, который стоит там посередине яхты, он вообще уже невидим становится. То есть хорошо, что у нас были всякие светоотражатели, здесь фонарик горел. Вот, и было очень сложно, потому что все были неподготовлены. В том плане, что мы перед этим не акклиматизировались, то есть не прошли вот эту вот качку, подготовку, а сразу пошли и попали вот в этот шторм. Поэтому одного мальчика тошнило семьи, вот, ну как мальчик, мужчина, а кто-то там даже, ну так, один, два, три, четыре раза, ну было, в общем, тяжело и плохо. То есть яхтинг, это не всегда все хорошо, ты загораешь на солнышке, вот, и иногда бывает снег. Хотя это средиземка, это теплый климат абсолютно, то есть у нас легкие курточки, вы можете обратить внимание, вот, но мы просто попали в такой шторм. Я всегда в походах рисую, вот, и, соответственно, там я тоже рисовала. Вот. Это было в декабре, в декабре. Но там тепло, то есть, например, в Аланье, когда мы были и тоже ходили на яхтах, там мы загорали, все в купальниках были, соответственно. Да, а когда мы начали приходить вот именно вот это большое море средиземное и до Греции дошли, вот там уже начались вот эти вот вихри, когда к берегу тоже подходишь, ты не можешь, что с одной стороны летит ветер, с другой стороны ветер, то есть парус через каждые буквально там три-пять минут ты меняешь. После этого я поняла, что прям точно уже хочу работать там и переехала в Марбрис. Вот. Там я нашла хозяйскую лодку, то есть хозяин в Нижнем Новгороде живет, он ее сдает в аренду. И стала водить вот такие вот круизы за люди, которые там с семьей собираются, я их ищу по интернету, вот. И мы ездим по разным красивым местам. Вот, например, здесь на фотографии это остров Святого Николая или остров Гиммелер, где сохранились мозаики старинные, где сохранились роспись, даже две росписи на этом острове. Вот, как раз две мозаики. И после острова Гиммелера мы еще заходим в древний город Каунас. В древнем городе Каунас там большой колизей очень и много черепах сухопутных, морских. Вот. В общем, вот по таким красотам я обычно вожу людей. То есть, например, когда переходишь в море ночью, там идет снег, дождь, град на палубу. Когда ты идешь утром, вот вы можете обратить внимание, здесь второй капитан, он в шортах. То есть, абсолютно теплая погода. Вот. Это зима такая в Средиземке. Из опасностей, что нас ждало в самом первом туре в таком, когда мы тоже набрали людей вдвоем с ним и пошли, это то, что мы не предвидели вот этот шторм. Посмотрели, погодные условия были на 40 баллов. А 40 баллов, ну, это, в принципе, нормальный ветер, то есть дойти можно было. Но мы подпали в 65 в ветер. То есть, по прогнозу был один, соответственно, надо было умножить его на два, как мы поняли. И мы долго не смогли справляться с парусами, потому что пока трое вливали, мы с капитаном отрабатывали со вторым. Крутили эти лебедки. И в какой-то момент с берега нахлынул такой сильный поток ветра, что мы просто не справились. И намотали сначала одну веревку на одну лебедку, потом эту же веревку на вторую лебедку. И вдвоем с ним крутили. И у нас не зарифливался парус. То есть, была такая очень опасная ситуация рядом со скалами. Вот. И мы прям уже прям из последних сил. А ты перед этим еще не ел, не пил. А когда выпиваешь глоток воды, тебя обратно сразу выворачивает. Вот. Поэтому мы не пили, не ели там сутки. За это было тяжело уже крутить эти лебедки. Ну, вот это самое такое опасное. Это зимка зимой. Вот. Белые заснеженные горы там наверхушка. Очень красиво. Но, соответственно, когда ты подходишь к берегам, вот здесь вы уже видите, тут волна спокойная, абсолютно маленькая. Никакого страха нет. Вот. Если говорить про будущую кругосветку, то мне бы хотелось в кругосветку начать либо с севера. Это Швеция, Норвегия, где я хочу купить яхту. Либо начать кругосветку с Средиземки. Вот. После этого пройтись, пройти через Гибралтар и выйти, чтобы выйти на север, чтобы участвовать в северной Соловецкой регате, которая у нас каждый год устраивается в России. После этого пройтись по северным красивым морям, если это будет лето и если будет позволять, опять же, погода. Потому что там очень большие волны, которые доходят до 13 метров и даже выше бывают. И нужно всегда рассчитывать вот погоду. Иногда ты, когда выходишь и там на часов 12 взял погодные условия, смотришь на них, они могут не оправдаться. То есть шторм должен быть, например, через 3-4 дня, а он начинается вот прямо сегодня. Хотя ты вроде все запланировал, у тебя все по нескольким источникам сферы погоды, все должно быть готово к выходу, но вот происходят иногда такие вот моменты. И тут что еще играет роль такую большую? Возможно, это наша неопытность, хотя многие даже опытные капитаны попадают в такие вот ситуации. Второе – это то, что погоду никак нельзя предсказать, особенно когда уходишь легко от берега. Вот. И после этого пересечь Атлантику, после того, как поучаствую в северной морской агрегате. Вот. Через Атлантику, опять же, у нас после этого есть два варианта. Либо пойти на Месгорн и в Антарктиду к пингвинам. Опять же, это тоже есть месяц-полтора периода, когда мы можем туда зайти прямо на такой вот яхте, как вы видите здесь на картинках и видео, на пластиковой. И, соответственно, быстро-быстро пойти там в шкеры, посмотреть, фотографировать и вернуться обратно. Вот. Вот такие вот мысли. Насчет яхты, покупки яхты. За яхтой, на самом деле, я уже охочусь как год. Первая моя такая вылазка – это была в Грецию как раз. Вот этот мальчик, которого я нашла через интернет, он мне помогал переводить. Вот. Мы встретились. Он украинец, я русская. Вот. И он мне помог. То есть мы ходили прямо по маринам и искали яхту. Но, к сожалению, та яхта, на которую я прямо рассчитывала, она была не в таком состоянии, чтобы на ней идти до Турции. Поэтому я отказалась от этой покупки. В Греции совершенно другая волна, совершенно другой ветер. Вот это вы видите, видео – это с Грецией как раз. Можете обратить внимание, тут такие вот очень длинные резкие волны, которые друг за другом. В Турции такого нет. И еще чем опасно тоже по Греции ходить на яхте, это то, что там много скал, много глубин. Сначала очень сильная глубина, потом очень маленькая глубина. Но тоже очень интересно по Греции было походить на яхте. И вода по цвету совершенно отличается. То есть еще почему мне хочется так в кругосветку пойти, посмотреть, что там. Потому что вот буквально две страны, которые находятся через маленький пролив. Ты сначала в Турцию ходишь, потом ходишь в Грецию, и ты видишь, что совершенно все отличается. То есть море другое, волны другие. Например, вот у Турции в декабре была тошниловка, а у греческих гуряков, когда мы вышли, совершенно другие волны были. Они были огромные. И когда поднимается волна, ты на ней вот как на качелях катаешься. То есть у тебя дыхание прям захватывает, потому что в невесомости на секунду оказываешься. Но они были более приятны. То есть вот когда мы вернулись в Турцию, у нас опять виски стали сводиться у всех. Ну то есть голова реагировала на вот эту волну, потому что она короткая была, очень острая такая в Турции. Здесь мы ходили, это я ходила на стальной яхте. Это большущая северная лодка. Мужчина тоже из Калининграда купил себе яхту стальную, и на этой яхте собирается пойти до Калиб. Но у него опыта нету никакого, поэтому мы его обучали, как работать с бурсами, как работать с веревками. То есть у нас такая задача была, на несколько походов мы с ним вышли. Вот гидрорулевое управление у него потом отказало тоже. Мы приличаливались, когда в Мармарисе, в Марину было очень тяжело, потому что мы не могли идти. Под рулькой начинаешь лодку сдвигать, а под рулькой начинает гореть. У моряков иногда бывают и вот такие вот обычные будни, когда мы приходим на берег, и когда нету толшниловки, и всё хорошо зимой, когда есть тёплая печка, чай, и можешь посидеть и поесть. Поэтому многие, вот у нас вчера спорт уже был с мужчиной и женщиной в возрасте. Они говорили, что детей, например, в море нельзя воспитывать, или они будут ассальны, или ещё что-то такое. Говорили, что это страшно, полный, они могут погибнуть. И на самом деле море, оно не всегда со мной будет связано. Ну, то есть в кругосветке я не всегда буду в море вот так вот. То есть максимально это полтора-два месяца я буду оказываться в море без людей, там, без окружения. А всё остальное время это вот порты, чай, смотреть достопримечательности местные и изучать страну. Ну, понятно, что изучить её будет сложно за несколько недель, просто хотя бы посмотреть и почувствовать. Также в Мармарисе я участвовала в регатах спортивных. У нас были три большие регаты, на которых мы участвовали с разными капитанами. Капитаны совершенно по-разному управляют судном, совершенно по-разному обучают работать с верёвками. Кто-то там орёт в регате, кто-то не орёт в регате. Но это очень интересный был опыт, и тоже очень многое я на нём усвоила, вот, в этом опыте. Также мне посчастливилось... Также мне посчастливилось поработать в Мармарисе. Починить яхты. То есть я в январе-феврале чинила яхты. Тоже для чего я это делала, потому что перед покупкой яхты я там думала, да, я совсем справлюсь, всё сделала. Потом оказалось, мне какие-то вещи тяжело, например, с двигателем работать. Там я не понимала, как проводку, например, провести на яхте. И я решила всё своими руками это сделать. Первую яхту я взяла, мы делали внутри всё, снимали лак, полировали её. Ну, не внутри полировали, полировали гидкоут, внутри делали проводку. Вот, и, соответственно, лак снимали ещё, всю мебель обновляли. Потом залезла в масляный отсек, оттуда мы выкачивали, масло разлилось, очень много грязной старой был. Потом чистили, в топливном баке жуки-грибки были. То есть это тоже сложный процесс, который надо знать. Потом обклеивали каюту, потом чистили дно, отскрябывали. Вот, и красили это дно. Красили дно ядовитой краской, вот, чтобы рыбы и водоросли, и вот эти ракушки, они не обседали, ну, в общем, не сидели на дне и не утяжеляли яхту. Вот, также я по 4 часа перед спортивными ригатами чистила дно. То есть прям туда заныриваешь и чистишь это дно от ракушек, от всех. Вот. Ну, в общем, починила я яхты различные, посмотрела, как работают другие, например, капитаны с своими яхтами, и поняла, что смогу, то есть справлюсь. Вот, теперь я готова ответить на ваши вопросы, и, соответственно, буду дальше строить свой рассказ по уже вашим вопросам. То, что вам будет интересно услышать. Ну, вот, задавайте. Как вы нашли эту работу? Я понимаю, что вы приехали в Турцию, вы нашли какого-то человека, в котором начали ходить, а как вы нашли там работу? Вообще, я приехала туда в Аланию сначала и устроилась в художественную студию преподавать детям. Потом работала няней в других семьях богатых, ходила, преподавала. А потом увидела море и подумала, ну, море-то рядом, надо пользоваться случаем. И начала всем в интернете писать, у кого есть яхты, не нужен ли им помощник. То есть чистить яхты, мыть яхты, вообще все, что угодно делать на яхте. И одна компания мне отказала два раза. Вот. А потом я написала еще одному мужику, он говорит, а сейчас-ка я спрошу владельца компании, нужен им человек или не нужен. Я говорю, а я вообще-то уже два раза спрошла, два раза мне отказали. Он говорит, сейчас все сделаем. В общем, этот мужчина, который красил у него тоже одну из яхт, спросил и пригласили меня работать. Вот таким образом. А когда я у них поработала две недели, соответственно, все, у меня сплатили деньги, мне надо было искать дальше работу. Ну и просто выходишь, начинаешь знакомиться с людьми, там большая русская диаспора, и, соответственно, ищешь заказы вот таким образом. А, вы отцелы делали? Да. Там же нужно получать. Отцелы, да. Да, все верно. Снимаешь квартиру, получаешь в НЖ. Потом из квартиры выезжаешь, но в НЖ у тебя остается. Вот таким образом. Какие еще у вас есть вопросы? Вопрос к кланам. Да. Вот интересно, клан у вас купить лотку в Швеции и участвовать в России. Да. То есть вы хотите заплатить МДС и пошлину? Не обязательно. А как? Платить пошлину не нужно будет, если яхта будет находиться меньше года. То есть если вы находите... То есть если вы иностранный владелец? Ну, там если иностранный владелец, да. По-моему, иностранный флаг. Ну, естественно. Да. Вот если у судна есть иностранный флаг, а я даже русский владелец, то я могу зайти на этот судно. Может быть. Ну, я проверю эту информацию. Проверите, потому что, скорее всего, вы у вас просто поставите таможенный качал. Для тех пор, но они половину стоят. НДС, да? Ну, вы выплатите киль сбор с пошлину на МДС. То есть половина стоят. Да. Ну, да, там около 60%. Трэвели фэмили сейчас зашли, оставили яхту на год. Они не платят НДС. То есть, наверное, это... Ну, наверное, мы с ним связались? Да, мы переписываемся уже. Как они это сделали? Куда-четыре? Мне кажется, они же долго это делали. Они тоже задавали запрос, искали нужных людей. И через нужных людей, я думаю, это все сделано. Потому что это на самом деле большая проблема. Ну, если будет тяжело, например, купить в Швеции или в Норвеге лодку и участвовать в Соловецкой регате, тогда придется ее исключить, да. Почему именно в Швеции или в Норвеге? То есть, там рынок лодок более развит и наиболее интересные цены. Все лодки, которые у нас на экваторе находятся, они быстрее портятся. Это первое. То есть, северная лодка, у нее будет живее корпус, у нее будет оборудование живее, электроника живее. И второе. На севере на этих лодках ходят два, ну, максимум три месяца люди. Потом их поднимают из воды, вынимают, все, лодка не ходит. Еще этот момент. А третье самое главное – это то, что там очень много верфей, которые именно северные, затачивают свои лодки под северные широты, и они крепче в этом дело. То есть, вот я полировала Баварию последнюю, у нее 2008 год был, она гореть начинает. То есть, ты полируешь, она черная, покрывается быстрее, черную ноту снимаешь, и то есть, уже меньше нажимаешь. Все вот эти лодки, которые новые, они уже очень-очень тонкие. То есть, ты заходишь вниз, там, отрываешь, например, обшивку, и она прям просвечивает сквозь. А вот, на которой я хозяйской лодке ходила, это 89-й год был, женой. Мы тоже отрывали, вообще все снимали, всю проводку, всю обшивку. Прям толщина, разница чувствуется. То есть, ты даже стучишь по ней, уже совсем другая эпоксидка. И цены. Если сравнивать цены, вообще есть такие даже компании, которые с севера берут лодки, гонят их в Средиземку, особенно в Турцию. В Турции прям огромный ценник на них ставят. и таким образом переподают и выгодят. То есть, цены, да, там намного комфортнее. Но лодка там, она скорее будет без дополнительного оборудования. То есть, даже тузик придется покупать, потому что там же не ходит мотор на тузик, и какие-то приборы определенные. Динги или тузик – это надувное, надувное такое, трехметровое, ну, двух-трехметровое, куда ты с веслом садишься и берегу за продуктами плавишь. А скажи, пожалуйста, если это корректно спросить, это вот какой ценовой диапазон? Я сейчас рассматриваю 30. Потому что мне тоже все надоело в жизни. Понимаете, я, да, думаю, сейчас еще два года я поработаю, и в общем, да, поэтому я интересовался в вашем предложении по ценам. Я сейчас ориентируюсь на 30 тысяч евро, чтобы купить лодку. В этом диапазоне два варианта. Либо покупать 9-10 метров очень хорошую лодку, либо покупать 11-12 метров без оборудования, например, или она долго стояла на берегу, там в движке придется долго делать. Вот, ну, то есть, вот пока вот такая ценовая диапазон. Если говорить, от скольких можно купить, от 2000 евро. Вот, например, у нас в Мармарисе женщина, ей 50 плюс было лет, она одна съездила, купила в Швецию лодку за 2000 евро. Вот, вот она ее дорабатывала, покупала всякие деньги, оборудование, сама там все красно-полировала. И вот сейчас она ходит на красивой, прям, считай, новая лодка, конфетка в Углестине. Вот, год назад в Греции я была. В Греции очень дешевые тоже есть варианты. И я искала там за 5-7 тысяч евро. И находила очень приличные варианты, если особенно ты мужик, и спокойно там руки приложил, и сделала из нее конфетку. То есть корпус целый был хороший. Ну, много лодок было с проводкой плохой, например. То есть такие какие-то нюансы меняют. Но киль целый, а самое главное в лодке, это что? Это килевые болты, чтобы киль был быстрейше. Кинстоны, если вы выходите в море, лучше поменять, и вы не знаете, когда они были, иначе можно залить лодку. И, в принципе, чтобы мачта не упала, тоже проверить ее укрепление и как они спроведут. На самом деле вопрос такой комплекс, и вообще зависит от того, чем вы планируете на эти лодки сниматься, где ходить. Если вы планируете ходить в дезинку, то это одна лодка. Там куда-то крутосветка, то, наверное, другая лодка. Смотря какая крутосветка. Нет, потому что света мне не интересует. Ну, да, то есть это надо отталкиваться в районах главного. Потому что лодка может быть действительно 2 тысячи. Не открывается ничего не только. А может быть и 200 тысяч. Это понятно. Меня интересует, на этом рынке, какова вероятность вообще, что тебе поотсунут, как говорил главный Довитюшкин, или кто-то отсунут, и в общем, когда он пришел в виду того, не помню. Да, помню. Я не. Когда он встречался с девушкой, которая была только в шарточке, а он пришел в виду, и я не понял, значит, где его нет. Да, вот, понимаете? Это же очень интересно спевать. Лариса, у вас не певает? Не забывайте вообще никак. Просто у меня некоторые видео не прекращались. Я бы вам там показывала и показывала дальше. Насчет подсунут. Нужно разбираться в этом. То есть, для чего я тоже поехала в Марморис и все делала своими руками, чтобы понимать, где что, как это я смогу сама заменить, не смогу, хватит ли мне сил на это вообще. Вот. И, соответственно, есть даже у нас чат большой моряков, и там пишут, например, как обманывают людей в Швеции. Там есть, например, один русский мишик, который именно с русскими договаривается и, соответственно, кидает их на деньги. То есть, лучше самому всегда ехать, самому договариваться и все руками трогать. Там кинстоны туда-сюда, туда-сюда покрутить по многу раз. Поднырнуть под лодку, если она на воде стоит. Но если все-таки вы не хотите рисковать, лучше из воды всегда лодку вынуть и посмотреть, что же там внутри. Потому что может быть космос, который вообще даже не будет виден, и вы его не увидите. Но как только вы пойдете на эту лодку, вы увидите, что у вас там на правой боку немножко косит лодка. Даже не будете знать. То есть, получается, если я совершенно не разбираюсь, я должен получить какую-то практику, либо взять человеку... Как встретить парень человека, который... Потому что у меня сегодня первый миллиметр, да, вот этого шага, для того, чтобы познакомиться с этим совсем не правильно. Вы как-то медленный. Ну, знаете... Надо уже просто покупать билеты. Надо покупать билеты и ехать уже, уехать в Киеве уже. И все. Да. А вы расскажите про туристические, как в обычных книге катается. Это у вас профессиональные, а для... Это как раз профессиональные, а это у них туристические. Профессионал, он турист тем, чем отличается. Он зарабатывает этим деньги, правильно? То есть, когда человек идет с трудослайта, он же деньги зарабатывает. А что он там зарабатывает? А где-то где-то... Давайте я расскажу вам на два вопроса, сразу отвечу на ваш и на ваш. Первый вопрос, где искать людей, лучше, правда, ехать куда-то, смотреть, как там работают люди, искать хорошего капитана. Это может быть необязательно сурвей, потому что сурвей может запросить высокие деньги, а вы можете найти капитана, который просто хозяин лодки, который ходит, он сам все руками делает, и он просто поедет там за компанией с вами. Вот, например, там один мужик увидел, что я собираюсь ехать на яхту, он говорит, поехали, я тоже с тобой просто так за компанией гоняю, на рейхе посмотрю. Ну, то есть вот так вот, он владельец яхты, он не сурвей, я говорю, деньги с меня возьмешь? Он говорит, нет, не возьму, просто покатаюсь. Вот, посмотрю. То есть вот искать таких людей. А второе, как я катаю обычных людей, обычных, да, которые к нам туристы приезжают. Я их ищу через интернет, то есть это большая такая работа проделается каждый день, вот, общение с клиентами. И когда они говорят «хочу», я их забираю с берега. Я встаю на якорь сначала, то есть я к берегу не подхожу, сажусь в тузик, вот эта надувная лодочка, взвожу мотор и, соответственно, плыву за ними. Что самое интересное, там огромные черепахи морские водятся, вот эти, которые по сто лет живут. Вот, они всегда изучают наши лодки и приплывают прям большими группами, стаями, смотреть, что мы там делаем, хотя бы на дубном динге. Это очень интересно тоже. Я всегда включаю мотор, чтобы их не поранить, вот, гребёжку на веслах. Забираем этих людей, сажаем на борт корабля и отчаливаем от берега. Дальше выстраиваем маршрут по ветру, то есть смотрим погодные условия, позволяет они, не позволяет выйти далеко, в море, куда-то там покутный ветер или это ветер в морду, вот, который не очень приятный будет для людей, которые только-то приехали на яхту. И после этого идём по маршруту, то есть, например, проходим такие места, как Фитхи, это Фитхи, залив большой, там очень много букв, там много островов красивых, то есть ты за неделю даже их не изучишь, на самом деле не излаживаешь, то есть мы останавливаемся, залезаем на остров, ходим, смотрим. Есть остров черепашек, туда, куда черепахи, вот эти морские, выходят на берег и отказывают ночью яйца и уходят, соответственно, потом там огораживают специальными сетками эти гнунёзды, и ночью вылупляются черепашатые и бегут, вот, и ещё их сетками загораживают, чтобы птицы дикие не сели, эти яйца не раскопали, вот. И после этого мы катаемся по Фитхи, заливу, идём на остров Гемилер, там у нас экскурсия, после острова Гемилер заходим в Каш, в Кашу экскурсии, и с Каши доходим обратно до Фитхи, только уже по другим бухтам, например, заходим в Леденис, бухта называется, там белый песчаный пляж огромный и пропланы катаются, то есть если кто-то с гостей хочет там спрыгнуть с горы на Параплане, это тоже возможно. Вот, и идём в древний город Каунас, в Дальян, это речка, которая впадает в море, и на соединении этих рек жилы большие голубые крабы, которые там питаются определённой пищей, рачками и так далее, и мы их лопим, то есть закидываем куренное мясо, и они на это куренное мясо жадные такие идут, их варим потом очень вкусно, паим все серодородных источников, глиной мажемся, всё тело у всех такое мягенькое становится, вот, красивые у гостей, и берём экскурсию, если есть силы, пройтись по древнему городу Каунасу, прямо вокруг идём, все эти старые простройки, колизеи смотрим и так далее, и дальше возвращаемся обратно, это летний маршрут, а зимой дуют совершенно другие ветра, они намного сильнее, поэтому мы успеваем, например, также выйти из Фитье, дойти до Греции, обойти многие острова Греции и вернуться обратно. То есть чем сильнее ветер, тем больше маршрута мы можем сделать. Вот, ну вот так вот, если есть ещё вопросы, вот. Это из Тунарифи, я так поняла, да? Это Турция, Средиземное море. Да. Ну так, Тунарифи сказали, когда перескочили, и вот какие у вас ещё есть вопросы? А вот сам момент обучения, если у вас есть возможность как бы давать обучение, не просто, чтобы люди приехали, полежали на палубе и покатались, а именно начали какие-то первые шаги свои, это возможно обучить вообще? Конечно, но вот те люди, которые приезжают, например, с детьми, у нас даже дети, они участвуют, крутят лепёдки, ходят на тузики, привязывают к берегу. Вот. А есть люди, которые там приехали и говорят, я хочу поучиться, или я получил права, у меня опыта никакого нету, вот кроме вот этого недельного, и я хочу дальше учиться. То есть человек просто всё делает на яхте сам. Ну, я говорю, перекинь, пожалуйста, вот это надо сделать так-то, делаем так-то, тут встаём на якорь, тут не встаём на якорь, почему не встаём, почему встаём? Вот. Начинаем навигаться, тоже проходим по пилингам, ходим, вот, мы сейчас как раз купили лингатор, чтобы всё это объяснять, и начиная навигаться, очень интересный у нас урок, мы достаем настоящие бумажные карты, потому что, например, если в яхту ударит молния, то всё, вся электричество на яхте вырубает. Вот, ты всегда должен уметь пользоваться вот этими картами, вот, мы раскладываем всю эту карту и выстраиваем прям чёткий маршрут по времени, там есть формула определённая, по ней мы высчитываем, там 10 минут так мы идём, потом там час так, потом так и так, чтобы в нужную точку прийти, и после этого ночью себя сами проверяем, то есть встаёт кто-то за штурвал, и время пошло, мы идём по такому-то курсу, 10 минут потом поворачиваем, и вот дальше проверяем, дошли мы до этой точки или не дошли, вот, и, соответственно, опять же, если ветер дует там больше узлов, чем мы рассчитали, мы быстро пересчитываем эту формулу. Если меньше узлов, то мы опять же вот это рассчитываем, это тоже очень интересно. Ну в общем, чтобы сделать первый шаг, надо будет работать. Много лет назад, не знаю как сейчас, чем занимается, он для тех, кто поступает в Макаровску, нам проходили практику. вот, ребята, которые прекрасно двадцать пионеров, вот, как и они там часто участвуют в спортивных соревнованиях, это сложно для женщины, потому что много приходится крутить лебёдки, соответственно, бегать по яхте, когда у нас спортивное соревнование, мы на копе сидим, это вот максимально только отклинить борта и всё, то есть ты постоянно вскакиваешь, там через каждые три минуты перебегаешь на следующий борт, там покрутил лебёдки, сел уже потный, надо бежать, там, прикреплять кису, это такая же сумка большая с парусом, только прикрепил уже вниз, надо всё складывать этот парус, только успел разложить, уже весь потный выбегаешь, а там надо отклинить этот борт, ну в общем, это сложновато для женщины, если чисто физически смотреть, поэтому я вот сейчас набрала вес, вот, из моря, когда я вернулась, так долго работала, получается, с декабря по июль, я прям похудела очень сильно, то есть мышцы стали очень жилистые такие, сильные, но, видимо, весь жир, он сгорает, пока ты ходишь в море, и плюс ещё качка, когда же мы спим на яхте, у нас мышцы, получается, подстраиваются тоже под эту качку, и ты, видимо, в ночи вот так вот тоже работаешь этими мышцами, становятся такие сухие, поджары и гудеешь, вот, с этим мне тоже, ну, нужно научиться следить за своим телом в море, это очень важно, потому что у Ирины Грачёвой, я спрашивала, которая вот сейчас тоже в одиночку, там, несколько лет назад переходила в Атлантический океан, она тоже сказала, что были проблемы, что всё время тошнит организм, и ты успеваешь только залить суп, например, лечь в горизонтальное положение, он уже вышел, она опять заливает этот суп, только ложится в горизонтальное положение, он опять выходит, и так иногда по 4-5 подходов, это когда вот суровые такие условия, да, и поэтому тут тоже нужно рассчитывать чётко калории, белки, питание, многие походники там какие-то супы, супы заваривают или какие-нибудь энергетические вот эти вот напитки, чтобы хоть как-то вес вот поддержать в море, но это когда у нас сложные приходят, вот, когда вот круизы спокойные, на спокойной воде, такого, конечно, нету, все спокойно едят, никого не тошнит вот летом, а зимой, зимой уже расслаживает. Вот. Какие ещё у вас есть вопросы? Какие планы у вас, говоришь, три месяца? Девятнадцатого я улетаю в Турцию, в Стамбуле будет вот этот мужчина в моём яхте, возможно, возьмём круиз, одну неделю будем катать людей вместе с ним, а потом я хочу ехать за яхтой. Тут два варианта. Первый вариант, вот сейчас мы ночью переписывали с дядькой, в Грецию он яхту продаёт, то есть можно съездить в Грецию, посмотреть какую яхту. Потом у меня вопрос о Тенерифе под вопросом, там тоже дядька продаёт яхту, но он нашёл сейчас ещё двух людей, своих бывших друзей, которые тоже хотят её выкупить. Ну, то есть он говорит, давай, подожди пока, не могу точно сказать, вот они решают сейчас, хотят они её, не хотят. И дальше после Греции, если это Тенерифе, он говорит, что у меня продают друзьям, то я на Швецию и Норвегию ориентируюсь. На север. Ну, соответственно, по пути вот каждый и каждый день мы ищем варианты яхт, вот, мне скидывают там другие капитаны, и я тоже сама ещё в интернете списываюсь с владельцем, но отвечают немногие. То есть, например, шведы, Норвегия, из 20-30 человек мне там ответят максимально, ну, два человека. То есть они не настолько коммуницируют с людьми, это первое, через интернет, а второе, скорее всего, ещё там в возрасте уже люди продают эти яхты, и, ну, им неудобно как-то через почты общаться, через WhatsApp. Иногда просто читают. А, ещё одна яхта стоит сейчас в Словении, она 10-метровая, я тоже над ней не думала. А что насчёт попутчиков? Попутчиков, да. Мне бы было интересно сделать, как бы, светку именно коммерческую, в том плане, чтобы брать на каждый период, например, от недели до месяца людей в команду. То есть я иду, например, постоянно, ещё, я думаю, один, два, три, четыре человека будут, которые, ну, там, в экипаже будут постоянно либо улетать, прилетать. Остальные люди – это будут те, кто хочет себя попробовать, свои силы попробовать на каких-то переходах. Там будут переходы разбитые, самые лёгкие переходы, средние и тяжёлые переходы. Соответственно, тяжёлые переходы только, там, с опытом брать людей или каких-то капитанов, которые хотят участвовать в этой затее. А вот на переходы, а на переходы лёгкие можно брать всех. Даже вам, вам будет комфортно в этих переходах, где не будет тошно, где можно будет спокойно покрузировать. Вот так. Ну, такие вот планы. Ещё какие вопросы у вас есть? Да. Ну, тут всё будет меняться. Я вот тоже, походившую в море, поняла, что всё прямо на глазах меняется. Сегодня ты можешь идти туда, завтра ты не сможешь идти туда. Вот. И многое тоже от здоровья будет зависеть. Это очень важно. То есть сейчас пока есть выйти из Средиземки, там, дойти до севера, из севера перейти Атлантику, перейти на мыс Горн, от мыса Горн вернуться и перейти до Австралии. От Австралии выходить, например, по северу. Вот. А дальше... Дальше идти через мыс Доброй Надежды. Через Африку. И, соответственно, вернуться обратно в Средиземки. Вот такие мысли. Но всё может измениться. Сомалистские пираты, они есть. У меня причём есть девушка-капитан, которая их видела. Вот. Мы в Мармарсе познакомились. А, и один мужик, который тоже остался жив, в них стреляли. Девушка была с другой девушкой, и они убегали на яхте. То есть включили полностью мотор, убегали, убегали, убегали от них. Это был Карибский бассейн. Убежали. То есть за ними не последовали пираты дальше. А с мужиком, с Фирсовым, они были тоже большой компанией, пригоняли лодку, и они уже очень сильно устали физически. Зашли в бухту, которая была обозначена на карте, но там никаких вообще жилищных построек, ничего не было. То есть дикая бухта была. Когда они стали заходить, к ним, в общем, несколько лодок, и стало плыть на них и стрелять. И у них прям простреленные были борта. Они, в общем, тоже включили газ, вот так вот легли, чтобы в них не попали. Один человек лежал и рулил этой яхтой вот так лежа. Но они, когда ушли от них, то есть вышли из этой бухты, тоже преследовать их перестали. Развернулись и уплыли. Они сразу МЧС вызвали, и их американская полиция прилетела, все зафиксировала, лодку подгнали они. Ну, в общем, вся лодка была, в принципе, испорчена. Хозяин остался учитать без лодки. Вот. Ну, это два случая, которые я слышала. Был случай, который просто знакомый знакомых рассказывали, что пираты приплыли, посмотрели, что красить нечего, и те попросили воды. Пираты им взбагрили бутылку воды и уплыли. Можно даже не ходить в другие. Да, есть регионы, в которые не рекомендуется вообще разрезать их смену. Их нужно как можно дальше отходить. Ну, вот, например, через мыс Доброй Надежды, когда проходишь, то есть ты уходишь максимально в море и идешь на север. Вот так вот, чтобы не встретить никого. Дошел до Канав, и, соответственно, можно уже уйти на восток. Спокойно. Вот я вижу, люди, которые на Ярте, они уже в круге сейчас, и в данный момент, когда идет ролик, да, видно, что они в определенной одежде и амуниции. Откажите, а у полный комплект амуниции для похода? Скажу, в какую сумму? Есть комплекты, которые делятся, опять же, на зимний сезон, на весенний-осенний и там на летний. Летний комплект это очень дешевая будет одежда. Например, зимняя куртка, может, одна стоит там 70 тысяч, 80 тысяч рублей. И это еще такие средние цены. Это если мы говорим про брендированную одежду. А если мы говорим про то, что в чем ходят моряки, мы часто покупаем вообще в декатлоне. Не промокайки всякие, соответственно, свитера там с горлом одеваешь, вот, лисовые. И это точно такая же одежда. Но всегда нужно иметь не один комплект. Нужно иметь хотя бы три, ну, четыре комплекта, когда ты идешь не летом по каким-то широтам, потому что может дождь быть по несколько раз на день. И ты только успеваешь выйти, вот, ты весь мокрый и уходишь обратно переодеваться. То есть, когда всегда ходишь переодеваться в течение дней, хорошо, что есть там губаста, печка, на которой ты можешь посушить одежду. Вот. И еще, когда ты ходишь против волны, а волны большие, и то заливает вперед вода. То есть, ты идешь, и я первый раз почувствовала вообще на себе, потому что в декабре, что такое, когда там волна ударила в грудь тебя, а ты там, ну, стекла в яхту обязательно должен быть. То есть, это довольно-таки мощный, сильный удар. То есть, я подумала, что если бы я вот вот так вот не держалась в четыре руки и ноги, то я бы, наверное, улетела с яхты. То есть, настолько сильная волна, когда нос опускается вниз, а потом вверх у яхты. На тебя летит вся эта вот прям с носа огромная вода. И нужно быть обязательно в связке, привязанным, вот, чтобы у тебя, если выбросило с берег, с яхты, ты смог обратно залезть. Вот. На самом деле, волна очень сильная. Бывает. Я думаю, почему мужики какие-то там, большие, стопкилограммовые, там, на спортивных соревнованиях вылетают за борт и все. А оказывается, да, вот, настолько мощь воды, она сильна. Вот. Значит, вот такой хороший, что ты рассказываешь, что такое плохое? Он вообще каши в тренгах. Зимой. Тихий океан, он на самом деле не тихий. Все правильно, вы заметили, да. Тихий, на самом деле, он не тихий, он очень коварный и опасный. Вот. Но из таких прям вот мест, если опасных, это мыс Горн. Вот. Меня звали как раз двое капитанов, с ними пойти этой зимой туда, на мыс Горн. Вот. У них там сезон как раз был. Но они не дошли. То есть одному стало плохо по здоровью. Он был тоже, ну, отравление организма было. Но не в плане, что он отравился чем-то, а в плане, что вот он не выдержал вот эту нагрузку, как они шли. День и ночь, день и ночь. И тоже умер. То дождь, то снег, то дождь, то снег. Вот. И поэтому он уехал, а второй не смог продолжить путешествие и не дымился. Вы застрахованы? Я не застрахована. Ну, как застрахована? Обычная страховка вот на здоровье, которая в интернете, правильно? Ну, это есть страховка, потому что в Турции нужно воин же обязательно делать, соответственно, страховка есть. Но покрывает она эти случаи или нет? Скорее нет. Вот. Ну, у меня вырезан аппендицит. Так что мне очень хорошо в море будет. Это одна из безопасностей, да, то, что у некоторых моряков они специально обрезают даже аппендицит, чтобы он не воспалился на каких-то длительных переходах. Иначе нельзя сделать операцию и приходится там эвакуировать вертолетом. А вертолет больше, чем 250 миль от берега не ходит. Ну вот, поэтому если ты моряк, да, есть опасность это воспаление аппендицита. Ну вот. Может, ты что-то забрал? А, ну это вот, я всякие починки-то не делала. Ну, конечно, романтично, я понимаю. Нет, ну, турецкая акватория, она же мягкая. Мягкая, очень мягкая. Можно субтитцит. Можно субтитцит. Ну, то есть, есть круизы. Это именно круизы, когда вы ходите вдоль берега и спокойно отдыхаете. То есть, вы можете сегодня зайти утром в аптеку, проплыть немножко и зайти вечером в кафешку, отдохнуть, посидеть, походить. Потом там вечером ещё проплыть в какое-то расстояние и выйти погулять там по древнему городу Каунс. Вот такая. То есть, это круиз называется. Есть там спортивные соревнования, когда ты именно вот гонишься, там, через себя переступаешь, там, не ешь, не спишь, если это какое-то соревнование, там, день, ночь, день, которые взятся. Вот. А есть в поле такие спокойные круизы для людей. Вот. Науки там, дети у вас рисуют. Как они рисуют? Это вот спокойный круиз. То есть, дети приезжают. Это Турция, да? Турция, да. Турция. И, соответственно, многие... Есть... Ну, вот сейчас лето. Там практически всегда тихая вода. У нас за последние, наверное, месяца три было в море один единственный день, когда мы не вышли в море, потому что штормило. Всё. Это один единственный день. То есть, стояли на якоре. А всё остальное летнее время – это спокойная волна. И если ты идёшь под парусом, ты идёшь либо на один крен, либо на другой. Вот. И спокойно, ну, то есть, в таком вот состоянии ты можешь рисовать, есть, ходить. Ну, просто вот водка вот так немножко напоминает. И всё. Вот это мы красили дно там, чистили дно. Вот самое сложное – это чистить, конечно. Дно, это всё шкурить, горку отмывать. Но это маленькая яхта. Там яхта 12,5 метров. И мы идём по этому маршруту максимально. Ну, посмотрите, вы находитесь в какой-то точке. Двое время там, где, допустим, нужно три дня в одну сторону пройти, три дня в одну сторону пройти. То есть, вы понимаете, капитан, чтобы построить машину? А я? Ну, капитаны есть. Семь дней обычно длится круиз, если вы про это, да. Есть люди, которые приезжают и говорят, мы хотим как-нибудь четыре дня. Вот. Есть люди, которые приезжают и говорят, мы на сутки сейчас попробуем, а потом решим. Они пробуют сутки и там либо остаются, либо дальше уходят, либо дальше что-нибудь хотят. Вот. По-разному всё такое. Бывает. Даже на обучении человек приедет, он не совсем понимает, что такое обучение. Вот он говорит, да, хочу учиться. Но когда начинаются такие тренировки с девяти утра, ты на ногах с девяти вечера, и, соответственно, ты всё время там паркуешься, зад вперёд ходишь, то есть работаешь всё время. Это тяжело. Кружится голова даже, когда ты целый день отрабатываешь там задом, задним ходом. И он говорит, что я там четыре дня отучился, всё, я не могу. Уезжаю. Бывают такие моменты. Вот. А когда пруиз длится там четыре дня или семь дней, то есть такие переходы, а ночёвка тоже в море или на берегу или на какую-то программу? Если это спокойный пруиз, мы всегда ночуем на якоре. На якоре, ну или, соответственно, в марине. Есть такие, например, марины, куда ты заходишь, просто берёшь ужин в ресторане и стоишь бесплатно абсолютно. Там можно заправиться водой, вот на электричество подключиться. Вот. Если это не пруиз, то мы можем спокойно идти и всю ночь внести в акции по очереди. Три часа один, три часа другой. Какие номер каюты там? На сколько человек это всё? Как или это общее какое-то там? Есть гостиница, то есть, как у нас в квартире, всё так же. На самой ядке я имею в виду. На самой ядке. На самой. Есть гостиница. Я имею в виду гостиная. Она называется кают-компания. Вот. Там мы собираемся, готовим киучи, большущий диван, стол. Стол опускается, превращается в большую кровать. Вот. И это вот гостиная, как у нас в квартире. Потом четыре каюты по два места. Есть обычные кровати двухместные, три. И есть четвёртая каюта, где одноместные копки. Вот. Это если вот на той яхте, на которой мы катаем. Вот. Есть, например, заказчики, которые говорят, мы хотим хорошую, огромную яхту с каким-нибудь, например, у меня последний заказчик бассейном ходил. На носу чтоб был. Вот. И, соответственно, мы ищем вот этот бассейн. Мы даже думали, может, это мной какой-нибудь поставить. Никак не могли найти яхт. Бассейн. Никак не могли яхты найти. Вот. Соответственно, мы её арендуем. Эту яхту. И гости с нами идут. Они бывают разные. То есть бывают иногда огромные яхты. Вот салонными курсами у нас есть. Кейджи там. Он ходит. Там всего лишь две каюты. Ну, это огромнейшая яхта. У нас всего лишь две. Там сзади и пюрельник каюты. Вот. И всё остальное каюты компании. То есть по пространству они всегда разные. И стали арендовать. Нас ни разу не кусали там. То есть такого не было. В Таиланде его откусали. Есть прям такие кусаличи. И там моего друга сосок прям откусили. Вот. Маленькая рыбка отплывала. Вот такая вот очень маленькая. Вот такая милая рыбка. Мужчина затканет. Мы помешали его. Его дома. Сказали что-нибудь. Таиланде стоят в фугу. Саша была. У меня мама. Бывает такое. Ну, там нету. Там есть одна яндовитая рыба только. Которая такая надувается. Фугу? Да. Вот. Фугу. Она из Японии приклыла туда. То есть их раньше там не было. А всё остальное мы едим. То есть осьминогов ловим. Отбиваем их. Их нужно отбивать обязательно живыми. Вот. Об скалы так пьёшь долго-долго. Чтоб он мягкий был. Вот. Ну и потом его режешь. В заморозку тоже на час кладёшь. Чтоб он опять же мягким был. Достаёшь из заморозки. И уже готовишь. В общем там ловим крабов ловим. Бракуту ловим. Длинная такая рыба. Амаров. А. Лобстеры есть. Но они не в море. Как бы вот там вот в открытом. Да. Они не рядом с рестораном. Там такая сетка огромная. Их когда закупают. А. И тех светящихся кальмаров. Тоже на креветке сидишь. Очень светишь. Фонариком. Вот так вот ждёшь. Когда он приплывёт. Он очень-очень красивый. Либо ружьём ещё подводным тоже плаваешь. И шляп пыльешь. Ну так вот. Какие ещё у вас вопросы? Ну а вот по ценам. Мне прям интересно. Понимаешь? Вот Крыс конечно не там. Не пиратов в Сомали. В Средиземном море. А в Средиземном море. В Средиземном море. В Турции. Да. У нас вот 800 евро стоит с человека. Это без топлива и без еды. Топлива это? Топлива. Топлива. Топлива скидывается. За неделю. Да. На топливо скидывается команда. Сколько? А максимально у нас выходило в зимнюю погоду 50 евро на всех. Это вот прям вот если нужно в моторис. За неделю? За неделю. За неделю, да. Нет. За неделю. За 100 евро. За 200 евро. За 200 евро можно... За 200 евро можно... Видите? Видите? Без гостиниц. Без гостиниц, да. Люди... А еду? Еду мы покупаем на берегу. То есть вот тут два варианта. Вы знаете, еще за еду тоже... Вы не... Да. Платье уже не мне. А вы договаривайтесь. Как? Мы можем, например, все на команду разделить. Шесть человек у нас собралось. Мы говорим, о, мы хотим там первое, второе, третье. Вот распределили все по продуктам. Распределили. Все пошли в магазин. Все набрали. И уже готовим на всю команду и делим деньги на всю команду. Либо вы говорите, а я не ем что-нибудь. Я хочу за себя сама хватить. Все, вы идете в магазин вместе с нами, всей командой, и покупаете себе еду отдельно. Соответственно, у нас... Да. Ну, я... Ну, в общем, так, что... В этом начале вы поедете еще и риторики? Есть рестораны, конечно. А, то есть и есть рестораны. Да. Но сегодня мы не хотели готовить. Надо прям понимать, что за тысячи века можно сказать... Вот я с вами казалась, когда у вас ближайший круиз? Ближайший... Ну, вот с 19-го непонятно как. Говорим все. То есть людей еще нет, да? Да. Пока на этот круиз нет. С 19-го, Стамболь. Я сейчас пришла, вас наслушала. Да. С пятиоцетом патрульцы можно. Так, что еще? Прилететь? Я вообще обычно... Прилететь, да. Да. Билеты лучше заранее. А оттуда с какого места возникают? Даламан самый ближайший. Даламан самый ближайший. Даламан? Да, Ла-Ман. А, нет. Начинаю с Фетхье или Мармарис. Да. Фетхье или Мармарис это ближайшие к аэропорту города. И аэропорт называется Даламан. То есть это не Стамбул или название аэропорта? Нет, Даламан это город. Город. Город от Стамбула, наверное. Слушайте, все нормально. Туда есть рейсы или... Да, раньше были сейчас. То есть куда можно с вами? Для Стамбула, наверное, сейчас собираться, а потом в этот город, правильно? Сейчас можно до Анталии. Так, у вас, как вы сейчас говорите, про еду. То есть я беру свои предметы. Вместо того, чтобы поменять, непонятно, как он остался, я их могу просто взять... Да, отдай, отдать будем, да? Доброе предметы. Доброе предметы. Доброе предметы. Доброе предметы. А меня за это... Нет, ну там же надо было. Нет, ну ты они сами все делают. Нет, я не понимаю. Но за это 800-клеводушка, они туда входят на аренду яхты и... Нет, я же понимаю. То есть у меня требуется 800-клевод. Так, вы можете мне написать все вопросы, и я вам все расскажу. Можете рассказать? Я думаю, как мне деться? Ахахахаха. Ахахахаха. С 19 августа. С 19 августа. С 19 августа. Да. А вот, например, у тебя вы будете? Конечно, да. У тебя приедут. Вы можете на 2 недели у нас приезжал мужчина из Треции. На 2 недели. Мне кажется, с 1 по 8. С 1 по 8. С 1 по 8. С 1 по 8. С 1 по 9. С 1 по 10. Ну мы ж тут все такие... Ну я вот сейчас... Участные столовые, да? Ну то есть просто я к тому, что есть разные группы, разные люди. И можно всегда обратиться к Ларисе, она вам всегда подверет на любую. Вот это разные люди, вот этот момент. То есть кем прихожу? Там очень много школ. В смысле? Там много школ, которые ходят. Там вообще чатов не плохо. И вы там совершенно спокойно можете... Я уже Ларисе хочу. Не обращайтесь с Ларисе. Хочу тогда, если Лариса может, она вас катает. Если не может, она вам рекомендует какого-то человека, который вас катает. И в тот период, который вам удобно и в тот бюджет, который вам удобно. Да. И тут еще важно очень, какая команда подбирается. У нас сегодня утром была переписка, там все они готовали в чате, что случился такой тур непонятный, когда были пьяные люди и еще под какими-то наркотическими исчезнованиями. Да. Но это не в Турции было, это было в Атлантике. Вот. То есть тут тоже есть круизы, например, где мужики идут и им нужно выпить. Вот. Главное не попасть в такую компанию. Вот. Есть мужики, которые идут только обучение. Вот. Вот. Они не будут никакого круиза. Они с утра до вечера будут работать с курсами. Да. Вот. Есть просто вот круизы, которые наоборот скажут, мы не хотим никакого обучения. Мы хотим сегодня весь день толпаться в этой бухте. А завтра вот мы захотели туда пойдем, а захотели туда пойдем. Ну, вот так вот. А сегодня мы хотим в ресторане просидеть там пять часов. А вот вам какие-то больше друг нравятся, которому вашу цифра дали? Или с Барта на Борту? С Барта на Борту? Да. У меня в основном это круизы сейчас лето. То есть спортивные соревнования закончены, да. Спорт начнется, я думаю, с января, а может даже пораньше с декабря. Детские квесты. Да. Детские квесты мы сейчас прописали, организовали. У нас там мамочки уже собираются с середины сентября. Ну, то есть с детьми будут именно мамочки прилетать. То есть дети, которые в школу не будут? Совсем маленькие? Или у вас там нет? Нет. Там и взрослые были записаны. Ну, то есть подростки, видимо, у них какие-то будут каникулы. Или как-то они уезжают будут, да. Маленькие там кладочки, кстати, маленькие. Груднички все спят. То есть они вот на этой качке засыпают, их в каюту кладут, там подушками зажимаем так, чтобы все было безопасно и все. Хорошо. Вот. Какие еще вопросы? Алексей, извиняюсь. Мне нужно... Хорошо. Спасибо. Я вам очень благодарен за рассказ. Я вижу, что вы встретились. Вот. И всем приятно было всех видеть. Да. Спасибо, что пришли. И до новых встреч. До новых встреч. Всего доброго. Да. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Пока-пока. Пишись, звоните. Пока-пока. Пока-пока. Улыбнись. Когда-пока. Там есть такой, чтобы не дошли. У нас есть. Да? Можно. Улыбнись. Какие еще есть вопросы? Можем попить чай, дальше продолжите. А еще будет чай? Ну а вот мы включим.